Всех приветствую! Получил из Японии вот такой вот аппарат. Это у нас Technics SL-3700 Direct Drive Automatic Player System. Этот аппарат довольно, с моей точки зрения, хорош. По крайней мере, я не вижу какого-то глобального его отличия от 1200 и модели, кроме цены. В одном из разговоров с другими любителями аудио мы пришли к выводу, что вся разница лишь между 1200. Как известно, 1200 это более диджейские аппараты, где надо делать скрейч, пластичку вот так вот крутить и такие вот вещи. А для прослушивания это, в общем-то, совсем не надо. И если вот это все отместить, то, по сути, особая разница минимальная для любителя. Во-первых, это очень тяжелый аппарат. По виду, да, он кажется, что он какой-то пластмассовый. Но, во-первых, это не пластмасс, а композит. А во-вторых, композит, он не как даже металл. Здесь, конечно, тоже композит, но и по весу он как металл и так далее. То есть это очень тяжелая, очень солидная конструкция, круто сделано. Кроме того, я смотрел на выставки, например, там эта модель по-прежнему опускается. Но даже если это была какая-то там особенная модель, то все равно это сотни тысяч уже идут. Понятно, что аппараты дешевле, но кроме того, они еще были деланы в то время, когда делали высокопрецизионные двигатели. Сейчас их, возможно, и вообще не делали. Или, может быть, используют старые запасы. А здесь именно тот самый высокопрецизионный двигатель, плюс здесь Direct Drive. Именно идеальное передаточное отношение к вращению диска. То есть диск всегда будет идеально работать. Кроме того, сам диск довольно тяжелый. Он вроде бы не очень высокий, но посмотрите, он достаточно толстый алюминий. Ну, сколько там? Ну, килограмм, наверное, два-два с половиной металла есть. Ну, видите, притап, пружиненная такая система. Здорово. Так, ну, тут скотча немножко надо будет вытереть. Я пока первый раз его собираю. Ну, и, конечно же, матовый ковер газиновый. И вот так вот это выглядит. Малейшее, легчайшее движение. И он на подшипниках скользит. Очень классно. Ну, здесь вот у нас есть стробоскоп. Стробоскоп не на всех есть. Вот эти вот точечки ключевые. Это как раз вот для того, чтобы видеть скорость. Когда стробоскоп светит, они на нем устраиваются в линию. Движут сильные движения. Для на 30, значит, надо подстроить скорость. Здесь вот подстройка скорости более тонкая есть на 35 оборотов на 45 оборотов, а также переключение скорости на 35 и на 45 оборотов. Потому что пластиночки бывают как на 35 оборотов, на 30, вернее, оборотов на 33 оборотов. Так и на 45 оборотов. И, соответственно, ну, большинство пластинок сделано на 33 оборотов, и здесь вот у нас есть стоп. Плюс пластинка, когда игла доходит до конца, пластинка сама поднимается, возвращается. Кроме того, это механика. Здесь нет электроники. Я не вижу, где-то не отношу к плюсам, но не отношу к этим методам. Как бы, ну, нет и нет. Здесь все равно достаточно хорошо сделано. Здесь сделаны сообразные тонары. Тяжело двигать, конечно, вот видно. Вот такой изогнутый. Это сделано для того, чтобы последние треки было слушать можно с лучшим звуком, потому что игла правильно попадает в дорожку. Ну и здесь вот осталось мне, в общем-то, повесить грузик и собрать сам тонарм с картриджем и вставочкой иглой. Значит, у меня здесь используется, во-первых, вот шелл. Вот эта вот пластмассовая штучка называется шелл. Вот эта вот штучка называется вставочка. И здесь еще у нас картридж. Вставочка вынимается или вставляется в картридж, а картридж прикручивается к шеллу с проводами. Ну здесь, кстати, вот внутри еще указано, чтобы не перепутали, какие проводки, куда там дальше включать, чтобы его включить. Значит, что можно интересного сказать? Ну, во-первых, шеллы, они все не стандартизированы, они разные. Поэтому не думайте. Очень часто люди экономят и покупают в Японии без шелла, аппарата, вот в таком вот виде, да? И вы думаете, ну подумайте, я куплю. Но дело в том, что для каждой модели есть свой шелл. Ну, например, у техницы это один шелл, у проигрывателя другой фирмы может быть совсем другой шелл, другой длины и все, другое будет. Поэтому они просто не придают, потому что не разная длина будет от точки до конца шеллы. Поэтому, кроме того, высота может быть разная. Опять же, это уже про картридж больше, чем про шелла. Но фыль такая, что если у вас нет шелла, то желательно, чтобы не ошибиться, ищите шелл именно, хотя бы к названию компании такой, но в идеале, конечно, хотя бы именно такой модели. Потому что, по-всякому, бывают модели вообще с другими видами шелл и картриджи абсолютно другие. Они более бюджетные версии и совсем другие, соответственно, чтобы получить тот самый звук, который задуман, надо, чтобы у нас шелл был правильный, если кратко сказать. Итак, значит, но это не самое сложное вот так вот собрать, на самом деле сложнее настроить. Но для начала, когда мы меняем картридж, то для начала мы можем посмотреть, как вы прикручитесь. Видите, можно назад, вперед, назад сдвинуть картридж. И в бок тоже есть небольшой люк. Вот, и видите, если вот присмотреться, у меня якобы вот картридж стоит немножечко криво. На самом деле это не так, он идеально ровно стоит. И поэтому люди прибегают к мастерам-настройщикам, которые приходят идеально все это дело настраивать. Но на самом деле можно, конечно, вручную, можно запечатывать шаблоны на бумажке. Это все очень геморройно долго и имеет право существование, когда совсем ничего нет. Но бывают специальные приспособления, с помощью которых это делается элементарно. Значит, что же у меня здесь, во-первых, за картридж. Картридж у меня здесь много- око, даймонд стилус, то есть алмазная, и сама иголочка. Модель называется 280x270sd, GFC, техник EPS 270sd и дальше по-японски не могу прочитать. Вот это чисто у нас такая штука стоила, я так понимаю, это вставочка была, стоила у нас 50 долларов. Это вообще не хорошо, 50 долларов за вставочку, это как-то серьезно довольно. Ну это, конечно, не десятки тысяч, но это так неплохо. В самом картридж никакой не особенный, а самая стандартная, для 70 и классика, если хотите что-то лучше, бывает более дорогущей, и более высококлассной картридж. У нас здесь просто средний, золотая середина, в общем, сток, который всегда тут стоял. Итак, значит, как нам это все выровнять? Ну, допустим, мы вставили и все тут закипели, но правильно ли он попадает в дорожку? Для этого существует вот такая вот вещь, что я вам покажу. Называется она Overhunter Gauss. Идем в Японию, модель SEL-M1. SEL-M1, вот так она называется. Ну, на Авито я посмотрел, в среднем такая штучка стоит около 3000, да? На Авито. А на самом деле это такая пластмассочка вроде бы ерунда какая-то. В конце концов, мне кажется, ее можно даже на 3D-принтере легко напечатать, кто хочет сэкономить. И вот она именно под Technics. Ну, суть такая, почему я говорю, что именно под Technics. Потому что шейлы бывают разного размера. И здесь вот принципиально, чтобы вот это расстояние, оно было для Technics 52 мм. И вот этот вот Overhang, он представляет из себя именно вещь, которая именно 52 мм обеспечит. И смотрите, что происходит, как на страте. Я его беру, вставляю. Вставляю. Так, покажу так еще раз. Беру устройство и там отверстие я в него вставляю. Вставляю. Значит, теперь что мне надо сделать? Мне надо, чтобы край иглы, именно иголочки, соответствовал краю вот этой конца Overhang. То есть вот он кончился и они должны быть идеально ровными. А если это не так, я сдвигаю выше или ниже, выровняю. И второй момент, я смотрю, чтобы игла, здесь вот прорезь находится, ее видно, чтобы игла была прямо вот над ней. А если вы никогда не настроили, то она у вас левее, правее будет, по всякому. И я, соответственно, немножечко двигаю и потом дотягиваю болт. Но сейчас все у меня идеально, потому что я уже все это настроил через вот это приспособление. Вроде бы мелочь, но очень здорово помогает сэкономить время. И остается у нас базовые вещи. Откручиваем болтик. Правильно вставляю здесь специальные поды. И закручиваем. Все. Закрутил. Теперь нам надо силу прижима отрегулировать. И, конечно же, сам грузик. Вот сам грузик я должен повесить. Но для начала давайте повесим грузик. И для этого мне для начала надо пластиночку положить. На пластиночку я скоро хотел взять его германский, но вдруг я нечаянно... Рука сорвется и иголочка тукнет в пластиночке. И я поэтому взял что-то более заезженное. Это у меня ленинградский рок-лоп. Вот такая вот прекрасная пластинка. Освобождение. Группа Сологуб. Мое поколение. Группа Алиса. Константин Кинчев. Выйди вон. Группа присутствует. Глава машина грузовая. Алия. Вот эту песню, честно говоря, никогда не помню. Моя поколение, конечно, очень понравилась. Пластинка вышла в 88 году. А на второй стороне, сидя на белой полосе, зоопарк. Волчица аукцион. С вами говорит телевизор. Шикарнейшая песня группы телевизоров. Пляска, группа джунглей. И я не знаю, группа тамбуря. На самом деле все это очень хорошие песни. Очень своеобразные. Вот настоящий. Такой русский рок колоритный. В общем-то она у нас будет подопытна. Ну, пластинки, как вы понимаете, я уже показывал. И не раз. Вот так вот там просто роняется на руку. Обратите внимание. И я беру вот эти вот пальцы за ребро. А другие пальцы у меня за яблоко держатся. И все. И вот я могу, если повернуть, я могу вот за края вот так вот переворачивая опять. Ну, то есть кто боится что уронить, на самом деле это опыт надо. Ну, вообще-то она как бы получается своим весом тянет. И здесь я держу за ребро, поэтому она никуда не денется. Если что, вы держите второй рукой. Всегда можете смотреть. Пластинка смотрится, во-первых, на наличие царапин, если вы выбираете для покупки пластинок, чтобы не было царапин. Ну, иначе вот не только трески на стекла прыгать. А еще важная вещь, смотрите вот в такой плоскости, чтобы она не была кривая. Потому что если пластинка кривая, то это все. Такую пластинку точно не надо брать, ни за какие деньги. Она должна быть идеально вот такая вот. А, с ребра идеально ровная. Ну, и смотрите другие, бывают подвохи. Например, если вы думаете, что пластинка полнометражная, лонгплей, а может оказаться, что ширина между дорожками на самом деле шире, вы это глазом не увидите, скорее всего. И у вас окажется размер, например, стороны 7 минут, 5 минут. А она как бы будет законной. Поэтому осторожнее изучайте тот материал, который вы хотите купить. Действительно, какая там продолжительность звука и так далее. Ну и скорость, конечно, смотрите какая скорость. Ну, в общем-то, мы ставим пластиночку. Для снятия пыли я использую вот такую вот кисточку. Ну, идеально, конечно, надо от центра все это отводить. Но у меня по старой привычке, мне все время я от края к центру. Никак. Это из меня со времен СССР не выбить. Ну, стараюсь. Почему так сделано? Потому что, если я буду к центру изгонять, то... Пыль останется на яблоке. Если же от края к центру, от центра к краю, то наоборот. Смотрите, я вот, если я от края начну сюда пыль, то сгоню к яблоку. А если же я наоборот, то я наоборот пыль нарушу. Итак, вот почистили. На самом деле, чтобы хорошо почистить такую вот пыльную пластинку, надо времени ощутимо побольше потратить. Итак, продолжаем. Теперь нам нужно повесить грузик и настроить его. Для начала на нулевое значение. Суть такая, что вот этот тонарм, он должен быть ровно параллелен пластинке. Идеально параллелен пластинке. И тонарм идеально ей параллелен должен быть. И, соответственно, я одеваю грузик. Не знаю, насколько там, что, как. Снимаю защелку. Здесь вот опускание иглы или не опускание иглы, я делаю опускание иглы. Вот этот вот рычажок, он уже опущен. Как будто это должно играть. И я, видите, если я ложу, она ложится на пластинку. Но мне надо сделать, чтобы игла висела над пластинкой. Поэтому я начинаю подкручивать немножечко вот этот грузик, чтобы он сместился дальше и создал рычаг, и игла над пластинкой повисла. Как же так? Нет, пока ещё не удаётся нам. Так, кто перестарался. Удачи! На fifth его можно есть, пачком. Пока! Ну, он из глянда, Ну, Стегла висит параллельно, не касаясь пластины. Когда мы этого добились, мы что делаем? Здесь вот у нас отдельное колесико, на котором риски. И мы совмещаем главную риску с ноликом. Теперь мы знаем, что это у нас нолик. И теперь нам надо выставить именно вес. Вес мы как выставляем? На картриджной иголочке всегда есть значение, какой призывной силы должна быть. Здесь призывная сила 1,75 написано. То есть нам надо 1,75 выставить. Для этого мы берем вот этот грузик и крутим на 1,75. Вот так вот я повернул. И здесь у меня теперь значение 1,75 против риска. Соответственно, давление стало 1,75. Отлично. Но это еще не все, потому что еще есть антискейтинг, который мешает пластинке противодействовать центробежной силе. Так как пластинка вращается, она головку пытается с себя скинуть. Поэтому надо противовес в другую сторону направленно сделать. И для этого существует антискейтинг. Соответственно, мы так же, как и на давление, выставляем 1,75 давление. И все. Теперь у нас, в общем-то, по сути, все настроено. И можем приступать к прослушиванию. Осталось только одеть колпак, который у меня тоже есть. И, в общем-то, наслаждаться музыкой. На этом данное видео я завершаю. Надеюсь, вам было полезно что-то. Может быть, вы узнали про Overhand Couch. Может быть, про давление, про настройку проигрывателя. Мне было бы это приятно. Пишите в комментариях. Всем пока и до новых встреч.